Сегодня в выпуске. Вычитать и умножать. Я буду учиться на пятёрке. Умной буду. Тюменские школы открыли двери для рекордного количества учеников. От идеи до её воплощения. Какие у нас есть замечательные резиденты и какие есть у них замечательные проекты. Разработки тюменского бизнес-инкубатора обошли мировые аналоги. Сад декабриста. Делаю вот такие вот варенья, потом стряпаю булочки, пироги. Как родившаяся 200 лет назад традиция, сегодня жителей Елутровска кормит. О заметных историях, интересных людях и профессиях. Точнее, в ближайшие полчаса. Я Александр Семенюта. Здравствуйте. Начнём с главного события этого дня. Почти 157 тысяч школьников области сегодня отмечают День знаний. Торжественные линейки прошли во всех населённых пунктах. Учащихся нового корпуса 92-й школы Тюмени, что по улице Зелинского, с началом учебного года поздравил Владимир Якушев. Он отметил, что это самое большое общеобразовательное учреждение в городе. 1100 мест. Да и по количеству первых классов школа бьёт все рекорды. В этом году их сразу 19 от А до У. Примерно такая же по масштабам гимназия должна открыться в 2015 году на улице Парфёнова. По планам в ней будут учиться одарённые дети. Если в целом мы сосчитаем возможности наших общеобразовательных учреждений, у нас дефицита сегодня нет. Всё, что касается новых микроэйонов, будем двигаться дальше, вести необходимую застройку социальными объектами и подтягивать всю нашу инфраструктуру. И сегодня же с Днём Знаний Владимир Якушев поздравил жителей Иссецка. Там после капитального ремонта свои двери открыла школа номер один. В ней обновились столовая, спортивный и актовый залы, да и кабинеты. Теперь не узнать. В них есть необходимое оборудование для обучения иностранным языкам. А вскоре появится образовательная робототехника. Кроме того, у школы теперь есть современная спортивная площадка, детский городок и прогулочная зона. Новой инфраструктурой смогут пользоваться все жители села. Стоит отметить, что небывалое количество первоклашек принимает не одна тюменская школа. Весь областной центр фиксирует рекорд. В этом году в городе впервые за парты сели сразу 9,5 тысяч детей. Готовы ли образовательные учреждения к такому наплыву учащихся, выясняла Анастасия Макеева. Портфель готов, остались последние штрихи. Перед торжественной линейкой волнуется не только первоклассница Даша, но и её мама. Наша школа в 67-й, первый год, наверное, 10 классов. Родители, конечно, очень беспокоятся, как наши дети будут себя в школе чувствовать и вести. Первый класс, конечно, хочется, чтобы дети почувствовали внимание, заботу учителя. Но 34 человека будут учить, очень тяжело. Педагогу Марине Дементьевой не терпится познакомиться со своим первым. И трудности она не боится, хотя и пришла на работу в 67-ю школу сразу после окончания университета. На практике я сталкивалась с большим количеством, но я очень жду своих 25 детей. Думаю, я найду к ним какие-нибудь подходы, заинтересую их, чтобы им было интересно учиться. За молодыми педагогами закрепили наставников. Опытные учителя должны помочь коллегам как можно быстрее адаптироваться на новом месте. Микрорайон Тура является одним из перспективных районов города. Он строится, расширяется. Естественно, потребность это есть. И школа наша номер 67 с распортированными объятиями с радостью принимает всех ребятишек. К рекордному количеству новоиспеченных учеников в Тюмени подготовились заранее. Учебников, помещений и учителей хватит на всех. В 63-й школе, например, 12 первых классов. Как и положено, занятия у всех малышей будут в первую смену. Так как у нас два корпуса, то, соответственно, первоклассники у нас учатся в одном корпусе. А четвероклассники, постаршие ребята, но тоже начальной школы, они переходят сюда, в этот корпус, в основной. И вмещаемся. Нынешние первоклассники родились в 2007 году. Как раз тогда, когда в регионе впервые за долгое время наметился демографический рост. И эта тенденция продолжается до сих пор. Анастасия Макеева, Дмитрий Ларичев, Тюменское время. Кстати, этот учебный год для начальной школы Тюменской области станет показательным. В третий класс пошли те, кто в числе первых начал осваивать программу новых образовательных стандартов. По словам гостей программы «Утро с вами», одно из требований современности – педагог должен быть еще и воспитателем. Чтобы учитель был успешен, чтобы он получал хороший результат, находил контакт, ему нужно чем владеть, согласно новым стандартам психологии. Сегодня вводятся такие понятия, не только информационные технологии. Если вы пробежитесь по этому стандарту, ведь даже такая компетенция, как знание иностранного языка, у учителя тоже должно быть. Еще одна важная задача педагогики – вырастить детей одаренных. А для этого необходимо вовремя разглядеть талант. Впрочем, некоторые детские таланты педагоги начинают выявлять еще до школы. Подготовительная группа в детском саду потому так и называется, что после нее ребенок без лишних трудностей заходит в новый класс и садится за парту. Дарья Власова о том, как воспитатели с малышами в школу играют. Загорели, потянули, встали, вы еще взросли. С Новым годом у вас учебных только лучших новостей. Демьяну в школу только через год, но он уже умеет считать и знает алфавит. В детском саду почти как в учебном классе, только вместо уроков – игровые задачки. Сейчас открывайте палочки, пожалуйста, сыграйте дом, школу и дорогу. Играть в школьников ребятам нравится, поэтому они уже точно знают, каким должен быть примерный ученик. Нельзя играть в школе, баловаться, драться, обзываться, показывать смешные рожи и танцевать на стулех. В этом году дошколят ждут не только дополнительные занятия, они и сами будут ходить в школу, чтобы проникнуться любовью к знаниям. Уже бывшие детсадовцы и нынешние первоклассники расскажут подготовишкам, как это учиться. Непосредственно сейчас, 1 сентября, дети подготовительной группой идут на линейку, посмотрят классы, посмотрят первоклассик, познакомятся с портфелем, увидят эту школьную форму и проникнутся вот этим чувством волнительным, которым проникается каждый ребенок, наверное, 1 сентября. Но пока задача у воспитателей одна, не заставляют ребят учиться, а просвещать, играя. Все-таки за основную подготовку к школе ответственны родители. Дарья Власова, Алексей Безделов, Тюменское время. Кого еще сегодня поздравили с Днем Знаний, узнаем из обзора событий. Мои коллеги коротко о важном. Тюменский кукольный театр поздравил юных пациентов в 1-й областной клинической больнице с Днем Знаний. Актеры показали ребятам два спектакля – дюймовочку и театральный урок. Есть детки, которые попали по велению каких-то обстоятельств в поликлинику, в больницу вернее, и мы понимаем их психологическое состояние, это и страхи, и тревоги. И как-то, чтобы облегчить их здесь нахождение, вот мы, условно говоря, театр приехал в больничную палату. Такую акцию актеры кукольного театра провели впервые и остались довольны результатом. Теперь они планируют приезжать к малышам в больницу на все ключевые праздники. Пять самосвалов мусора собрали в Тюмени участники экологической акции «Зеленая Россия». Больше всего вывезли с берегов Андреевского озера. Вместе с горожанами там наводил в чистоту один из организаторов масштабного «Субботника» – шахматист и политик Анатолий Карпов. Мне кажется, что у всех душа радуетесь, потому что когда приехали, я уверен, тут все было замусорено. Зону отдыха уже почистили. И, понимаете, дело не только в том, что мы почистили, дело в том, что мы обратили внимание, мы привлекли людей. И люди начали понимать, и мне думают, что все меньше и меньше будет тех людей, которые безобразно выбрасывают бутылки, банки из окон машин по дороге, когда елок. Владимир Якушев проводил тюменских байкеров в Сургут. Там участники мотопробега в рамках акции «Тюмень героическая» передадут в местный музей несколько капсул с землей. Она собрана сибирскими ястребами на полях сражений у 13 городов, где в годы Великой Отечественной войны погибли солдаты из нашего региона. Ребята выкроили время, естественно, для такого мероприятия, для такого события. Погода нам благоволит. Будем надеяться, что все пройдет хорошо и без проблем мы приедем обратно. В областной центр байкеры планируют вернуться 4 сентября, а завершится пробег в воскресенье «Мотошоу» на площади 400-летия Тюмени. Возрождение судостроения станет новым приоритетом в развитии региональной экономики на ближайшие 5 лет. Об этом Владимир Якушев написал в своей статье о пользе умножения. В связи с усилившимся интересом к Северному морскому пути, помимо наращивания мощностей Тобольского речного порта, жителям Тюменской области необходимо вложить средства, усилия и время в восстановление судостроительной отрасли. У нас был реализован двухготичный наш проект. Это строительство морского судна, арктического кваса. Очень многие суда сейчас закладываются на иностранных верфях. То есть, хотелось бы вернуть позиции, которые были ранее, когда флот практически был, наверное, одним из самых крупных после Волжского. То есть, вот имея такой протяженность сречных путей. Владимир Якушев уверен, возрождению и развитию многих отраслей экономики поможет образование. Созданная политехническая школа в сотрудничестве с бизнесом и ведущими отраслевыми вузами должна решить проблему дефицита инженерных кадров. От идеи до ее воплощения. Именно такой путь проделывают резиденты тюменского бизнес-инкубатора. Один из них уже может похвастаться IT-разработкой, аналогов которой нет во всем мире. Как найти партнера по бизнесу, например, в аэропорту, расскажет Ольга Коренева. Открываем это объявление и отправляем свою визитку. Не только разместить информацию о себе в интернете, но и довести ее до нужных людей без особых финансовых вложений. Константин Манюгин сейчас занят разработкой мобильного приложения «Вот визитка». Резидент тюменского бизнес-инкубатора уже внедрил в жизнь несколько своих IT-идей. Например, систему электронных платежей, работающую по отпечатку пальца. Основная проблема – мы не знаем, кто вокруг нас. Да, мы проявляем определенную активность, нас могут познакомить через людей и так далее. Но наше мобильное приложение позволяет онлайн транслировать всех людей, которые, понятное дело, зарегистрировались в этом мобильном приложении и в радиусе 300 метров себя позиционируют. Чем больше вокруг людей, тем приложение эффективнее. Торговые центры, вокзалы и аэропорты – идеальные места, чтобы ненавязчиво познакомиться с руководителями крупных компаний, которым сложно пробиться без предварительной записи или специальной протекции. Обменяться контактными данными, буквально в один клик, тоже придумана инновационная схема, достаточно интересная, анимированная. Подобных аналогов нет ни в России, ни за рубежом. Пока приложение предназначено только для мобильных устройств на платформе iOS, но очень скоро станет доступным и для андроида. Сейчас целая команда проектировщиков и дизайнеров усиленно работает над совершенствованием ресурса. Все условия у ребят для этого есть. Бизнес-инкубатор не только предоставил им на льготных условиях оборудованные офисы, но и оказывает маркетинговую помощь, организует семинары, тренинги, знакомит резидентов с полезными людьми. Мы всячески пытаемся, так скажем, не забывать и везде, где только можно, упоминать о том, какие у нас есть замечательные резиденты и какие есть у них замечательные проекты. Только в Тюмени под покровительством инкубатора свои бизнес-идеи продвигают несколько десятков начинающих предпринимателей. Аналогичная работа ведется в Ишиме и Тобольске. Получить поддержку может в любое направление, за исключением торговли и строительства. На особым счету производственники и разработчики инновационных проектов. Ольга Коренева, Владимир Кондратьев, Тюменское время. Это точнее. Спасибо, что остаетесь с нами. Сроки готовности тепломагистралей вновь отодвинуты. Опрессовки показали коммунальщикам слабые места. В результате бригадам пришлось делать дополнительную работу. Успеют ли ее закончить до наступления холодов, выяснил Александр Гришаков. Василий Бондарь любит наблюдать за ремонтными работами. В прошлом году во дворе копал водоканал. Этим летом тепло Тюмени. Сети в квартале были проложены еще в начале 60-х. И теперь все чаще подкидывают жителям сюрпризы. Пар встал выходить и ашфальт мягкий стал. Ну и вода пошла горячая. Вызвали машину, приехали, посмотрели. Уехали. Через день вернулись снова с экскаватором. Примерное место порыва ремонтная бригада определила сразу. Но докопаться до теплотрассы быстро не получится. Требуется ювелирная точность. Кобеляты постоянно, весь город в кобелят. Но здесь-то еще как-то более-менее. Но в центре-то вообще завал. Здесь заменят только прохудившийся участок. Около метра трубы. Менять больше нет ни времени, ни смысла. Только если обновлять сети во всем квартале. Труба вся такая. Весь город такой. Ничего с этим не сделаешь. В подтверждение слов еще один участок под заменой. Опрессовке сетей выявили как минимум 40 слабых мест на разводящих линиях. Работы на большинстве уже закончены, но это дополнительная нагрузка на ремонтные бригады, у которых по плану должно быть 17 объектов, а по факту в три раза больше. Поэтому и отодвигаются сроки готовности сетей к зиме. Самая сложная обстановка с теплоснабжением Дома обороны. Вместо трех магистральных сетей, то есть теплоноситель подается на Дом обороны по одному трубопроводу диаметром 500. Ну естественно здесь недостаточно, соответственно, параметров теплоносителя по определению. То есть мы это даже проверяли на электронные модели, то есть сложно организовать. Потерпеть придется до 15 сентября. К этому сроку должны закончить реконструкцию сетей на улицах Карла Маркса, Энергетиков и Тимирязева. По итогам прохождения предыдущего отопительного сезона мы имели несколько повреждений на улицах, таких как по Харьковской, по Энергетиков и по улице Карла Маркса. Значит, по результатам мы немножко пересмотрели и дополнили участки реконструкции по этим тепломагистралям. В общей сложности коммунальщикам предстоит подготовить еще около 20% сетей. Формируются планы и на следующее лето. В ходе опрессовок признали ветхими 70 километров труб. Когда и за счет каких средств их будут ремонтировать, станет известно к 1 ноября. Александр Гришаков, Александр Изосимов. Тюменское время. Какой маршрут выбрать во вторник, чтобы не стоять в пробках, автолюбителям подскажет наш теленавигатор. Не планируйте свой путь по улице Холодильная. На участке от Малыгина до 50 лет октября будут укладывать асфальт на тротуарах. Техника займет правый ряд. Подобная картина будет и на Мельникайте. Участок от Республики до Харьковской лучше исключить из маршрута. Благоустройством зоны для пешеходов займутся и на самой Республике. Работы будут идти от Пермяковского моста до улицы Воровского. Советуем объезжать перекресток Советской и Максима Горького. Там частично меняют асфальт. Будьте внимательны на дороге и удачи вам в пути. Ну и вернемся к Дню Знаний. 1 сентября дети становятся не только школьниками, но и курсантами. Только привычными уроки последних не назовешь. Кто выбирает учебу за пределами парт и как она организована, спросим у заместителя директора детского юношеского центра «Аванпост» Игоря Ревякина. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Ну вот расскажите, с какого возраста можно уже посещать специализированные курсы? Вот когда набираете детишек, как вообще организована работа вся ваша? Набираем мы детей с возраста 12 лет, это на секции спортивные. Именно добровольная подготовка к военной службе у нас занимаются дети от 14 лет. Образование у нас бесплатное, без отрыва от учебы, в вечернее время. То есть тренировки три раза в неделю проводятся. Ну вот какие занятия проводятся? Что, чем занимаются? То есть это можно ли выбрать, наверное, какую-то военную подготовку? Либо это какая-то просто кафедра военная? Да, чтобы, допустим, к нам придя ребенок, он может найти занятие себе по душе. То есть можно заниматься добровольной подготовкой к военной службе, куда входит и тактика, прыжки с самолетом. То есть, ну, очень такая программа насыщенная. Либо, допустим, пойти заниматься в секцию по спортивному направлению. То есть это палеотлон, это пулевая стрельба, рукопашный бой. То есть, либо заниматься, допустим, туризмом. То есть тоже у нас есть такое направление. То есть можно спокойно выбрать и определить? Да, да. И каждый человек, который к нам придет, он для себя найдет то направление, именно в котором ему будет комфортно, интересно заниматься. Ну вот что касается удаленности центра от города. Вот как детям добираться, как занятия распределяются у вас? У нас распределяются занятия в две смены. Это с 16 до 18, с 18 до 20 часов. У нас есть развозка. То есть автобус собирает всех детей, привозит на тренировку. Потом, соответственно, также увозит в центр города. Поэтому проблем с доставкой у нас нет. Что касается полученных знаний. Вот как применяете на практике их? Ну, мы стараемся для детей делать не только теорию, но, как вы сказали правильно, практику. Потому что теория, она должна подтверждаться на деле, скажем так. Это разнообразные полевые выходы. Это двух-трехдневные в различное время года. Обязательно мы ездим в оборонно-спортивные лагеря. То есть неделю проживаем в палаточном лагере. В таких условиях, приближенных максимально к военным. Ну и, соответственно, различные мероприятия, стажировки в действующих воинских частях. То есть все самое новое, все самое интересное для наших детей. А что касается патриотических мероприятий, в них принимаете участие? У нас есть целая система патриотических мероприятий, которых как раз вот наше учреждение тоже проводит. Это и Димитриевская суббота, которая вот буквально уже в сентябре, она стартует на территории Тюменской области. В его структуре межрегиональный фестиваль «Огненные версты». Это выставка-ярмарка рабочих и учебных мест в сфере военно-профессиональной ориентации. То есть полный комплекс не только физической подготовки, но и воспитательной работы мы, конечно же, проводим. Вот что касается, наверное, каких-то корочек или документов, что получают при выходе ребята у вас? Ребята у нас получают при выходе удостоверение о дополнительном образовании по выбранному направлению и также получают характеристику, которую также можно потом предъявить при поступлении в высшие военные учебные заведения, либо при поступлении просто в ВУЗы по выбранному направлению. Спасибо вам большое за полезную информацию. Я вам желаю удачи и всегда полных рядов. Спасибо. До свидания. До свидания. И к другим темам. Обновленную упаковку молочных продуктов. Украсят рисунки, ставшие финалистами конкурса «Коровкины выдумки». В честь своего 80-летия его провела компания «Тюмень молоком». По условиям конкурса юные горожане создавали новый образ веселой коровки, а затем выкладывали эскизы в интернет. Мы были очень рады, что наша акция получила такой живой отклик. На конкурс было прислано порядка тысячи рисунков. Это значит, что продукцию «Тюмень молоко» любят и к ней неравнодушны. Лучшие рисунки выбрали с помощью народного голосования. В итоге победы досталась Анастасия Мурмзиной. Ее разрисованная коровка набрала почти 19 тысяч голосов. Награду участница получила айпад. У меня были разные идеи, но когда в последний раз я рисовала, мне почему-то так и понравилась радуга и интересно. Конечно, я сомневалась, я рассчитывала на велик, но у меня все родственники, друзья, все поддерживали меня и голосовали. Продукты от компании «Тюмень молоко» в новых упаковках можно будет увидеть на прилавках уже этой осенью. А вот на фруктовых прилавках Елутровска иностранных яблок теперь не встретишь. Только свои родные. И таким санкциям в городе только рады. Ведь эти плоды разных сортов выращивают уже 200 лет. Кто завел яблочную традицию, узнала Ирина Кистерева. Душистый запах, атмосфера праздника и 30 килограммов бесплатных фруктов. Массовую витаминизацию в Елутровске решили провести своими силами. Все надежды легли на местных садоводов. От каждого минимум по три сорта яблок. Сорт называется изумрудный. Это зеленые такие яблочки. Они среднеспелые по срокам созревания. И вот уже 20 лет эти яблоки растут у меня в саду. В этом году из всего урожая только эта ягода и удалась на славу. Почти всезимние запасы у елторовчан из яблок. Я делаю компоты. Прямо в банку, в трехлитровую, накладываю полную яблоков и заливаю сиропом. И храню зиму. Сладкий полдник на природе, да еще и из экопродуктов. Право первыми снять пробу с урожая получили ребята из детского сада номер 9. За дело дети взялись с большим аппетитом. Нет, вот эти вот самые вкусные. Вот эти. На выставке дегустации свой урожай представили несколько десятков садоводов. Самыми возрастными оказались вот эти яблоки под сортом китайка. Дерево, на котором они росли, старше 60 лет. Но оно плодоносит каждый год и дает вот такой урожай. А самая первая яблоня в Юлутровске была посажена почти 200 лет назад. Да еще и руками декабриста. Тенденцию выращивать яблоки горожанам привил Василий Карлович Тизенгаузен. Здесь он прожил на поселении 24 года. За это время построил дом и возвел сад. Его арестовали и осудили по седьмому разряду. Это два года каторги и пожизненное поселение в Сибири. Год каторги в Чите, а потом уже поселение в городе Юлутровске. Получается, что из всех декабристов он в наш город прибывает самым первым. Ему дали даже прозвище «Чародей», «Чернокнижник» и «Колдун». Но вот когда он выписал еще саженцы, яблонь, груши, слив и когда стал рядом с домом, на участке, который когда-то был пустырем, выращивать яблочки, для них это тоже было удивительно. С тех пор в списке посадок плод стал обязательным. Сегодня своими яблоками садоводы готовы снабдить все детские сады и городские прилавки. Ирина Кистерева, Павел Михайловский, Тюменское время. На сегодня у меня все. Удачной вам недели и только хороших новостей. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok